Известный писатель, общественный деятель, патриот своей обстной Джума Ахуба внес неоценимый вклад в возрождение и становление абхазской прозы и публицистики. Получивший известность за пределами Абхазии и даже России, через перрон смог поведать миру о традициях и ценностях своего народа. Его талант проявился достаточно самобытно и ярко в таких вот, в жанре малой прозы, в рассказах и в повестях. Вот его рассказы и повести «Бзоу», «Туган», «Возвращение блудного волка», «Посох», «Мост, соединяющий горы», «Войны уже не было». Очень много таких рассказов и повестей, в которых проявилась его психология и психология нашего народа, потому что это вещи, вроде бы они о животных, да, многие, но в подтексте несут наши абхазские характеры, национальные наши ценности. Возьмешь в руки и почувствуешь с первой строки, что он вот какая-то там сразу же закладывает интригу в своей прозе и читаешь на одном дыхании, а это не каждому дается. Произведения, отличающиеся особой атмосферой и неповторимым почерком, доступны для читателя практически любой национальности. Их переводили на русский, английский, японский, польский, испанский и многие другие языки. Свою популярность и любовь народа Джума Ахуба получил и благодаря написанию детских сборников и сказок, а также перевел множество мировых рассказов на родной язык. Все его творчество пронизано гуманистическими идеалами и духом справедливости, которые ощущались в характере писателя еще со школьной скамьи. Их переводили на русский язык. Тем не менее, Джума Ахуба не только получил аттестат, но и с отличием закончил литературный институт имени Горького. Между тем, такой дух патриотизма находил свое отражение и в трудовой жизни писателя. За пропаганду национальных идей и за подпись. Под известным письмом 130, направленным против гнета абхазов, Джума Ахуба не раз подвергался партийным выговорам и необходимости сменить место работы. Джума Ахуба был участником национально-соборительного движения. Он был в гуще событий 1967 года, он был в гуще событий 1977-1978 годов, участвовал в процессе создания Айдгылара. То есть, он не замыкался в башне слоновой кости, как это делается во многих государствах, истории, литературе. Он был в гуще всех событий. Находясь на Восточном фронте, в силу многих обстоятельств, он оказался в руках грузинских гвардейцев. Вот эти издевательства, вот это все, что он пережил, он отразил в своих дневниках и в своих документальных произведениях. Это тоже вот не могло не отразиться на его здоровье, конечно. И потом трагическая смерть его сына. Сыновья его воевали, держали в руках оружие, отстаивали нашу свободу, независимость. И после войны его сына постигла такая участь, его не стало, и Джума, конечно, это потеря сына, страшная вещь. Он старался не проявить это внешне, старался очень мужественно перенести эту трагедию, но это тоже не могло не отложить своего отрицательного, какого-то воздействия на состояние его здоровья. Как истинный патриот своей страны, в 1992 году он вместе со своими сыновьями оказался в первых рядах, борющихся за свободу и независимость Родины. Одним из первых Ахуб обратился к мировой интеллектуальной общественности с призывом поддержать маленькую Абхазию в справедливой войне. Абхазия, как истинный патриот своей страны, с achieving moreΠ поезд TDON, российский Абхазия, а еще разSPORT! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok